Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Артамете Западная Армения будет построен самый красивый национальный парк в регионе. В Яраблуре будет установлен памятник военнослужащим, погибшим в 44-дневной войне. Выборы в органы с местного самоуправления пройдут в ряде общин Арцаха. Путин информирует Макрона о реализации трёхсторонних заявлений по Арцаху. Удары дронов в ВВС Турции по курской инфраструктуре в Хосеке, Сирия. Обновлённые ворота исторических стен Тигранакерта были установлены 79 лет спустя. В районе Артамет провинции Ван Западной Армении началось строительство национального парка с одобрением Министерства окружающей среды и городского развития. Проект, призванный улучшить экономическое положение Артамета, будет построен на площади 37 гектаров и будет включать национальное кафе, пешеходные маршруты, курорты и многочисленные удобства. Скоро откроется национальный парк Артамет. Правительство Республики Армения намерено рассмотреть законодательные возможности предоставления особого статуса Западной Армении в Армении. Об этом говорится в пятилетном плане исполнительной власти на 2021-2026 годы. Программа мероприятий утверждена на заседании 18 августа и еще не утверждена национальным собранием. Согласно Конституции, государственным языком Республики Армении является армянский. Литературно-армянский имеет две ветви – восточно-армянскую и западно-армянскую. Акцент в законе о языке делается на продвижении и распространении литературного армянского языка. В частности, в законе указано, что официальным языком Республики Армении является литературно-армянский язык. Республика Армения не способствует унификации армянской орфографии. В законе Республики Армения языке конкретно не указывается, о каком литературном армянском идет речь и может ли он автоматически относиться к обоим. Положение о западно-армянском языке было также закреплено в правительственной программе на 2017-2022 годы. В частности, было упомянуто, что правительство стремится провести учебные курсы для учителей армянской диаспоры в течение 18-2022 годов. Создать и распространить образовательные видеоролики на восточно-армянском и западно-армянском языках. Предоставить учебные пособия, учебники и другие материалы для сообществ для повышения уровня знания армянского языка среди эмигрантской армянской молодежи. В феврале-марте 2021 года специалисты покроют захоронение 2020 года в военном пантеоне Яраблур. Проект предложения на строительство могил военнослужащих погибших в ходе 44-дневной войны, а также монумент увековечивающий памятник. Как сказано в сообщении Управления информации и связи с общественностью Министерства обороны Республики Армения, руководство Министерства обороны приняло решение провести работы в два этапа. Выполнение работ по строительству могил мемориального комплекса и выполнение благоустройства инженерных систем. В установленном порядке заключены договора с четырьмя строительными компаниями. В качестве решения проблемы по поручению Министра обороны созданы реестры, куда родственники пострадавших могут подавать свои предложения, которые будут изучены, обобщены и в короткие сроки будет принято окончательное решение. Совершение подготовительных работ указанного архитектурно-планировочного и проектного процесса в установленном порядке предусмотрено до конца 2021 года, а начало строительства в первом или втором квартале 2022 года. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в ряде общин Арцаха. Об этом Арцах Пресс проинформировала Центральная избирательная комиссия Республики Арцах, уточнив, что такими населенными пунктами являются общины Хачмач и Цахкашата с Киранского района Республики Арцах, Нургазанчей Мартакерцкого района и Герхер Мартунинского района. Выборы назначены на 10 октября 2021 года. Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого в том числе обсуждалось урегулирование арцахской проблемы. Как сообщает Армен Пресс, об этом распространила пресс-служба Кремля. По запросу Эммануэля Макрона Владимир Путин проинформировал о реализации трехсторонних заявлений по Арцаху 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Отмечается, что ситуация в регионе в целом стабильная, предприняты шаги по разблокированию экономических и обменных связей на Южном Кавказе и удовлетворению гуманитарных потребностей населения. Подчеркивается обоюдная готовность к дальнейшей совместной работе по различным аспектам урегулирования арцахского конфликта, прежде всего в рамках минской группы ОБСЕ. Беспилотник ВВС Турции нанес удар по курдским силам в районе административного центра города Хосеке в одноименной северо-восточно-сирийской провинции. Как сообщает Армен Пресс, 20 августа телеканал «Аль-Хадад» транслировал передачи из Тупы. По данным телеканала, в результате нападения 9 бойцов демократических сил Сирии были убиты и менее 10 ранены. В октябре 2019 года Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Подразделения Сирии воюют в сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара. Завершена реставрация исторического объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Тигранакерта в Западной Армении, называемого Ейникапскими воротами, которые были укреплены через 79 лет. Реставрация столетних ворот стен Тигранакерта, свидетельствующих о многих эпохах, будет продолжена. Реставрация ворот ЮНЕСКО, которая является одним из четырех главных ворот за пределами стен, была завершена кропотливой работой опытных реставраторов. Исторический ЮНЕСКО был разобран в 1942 году и выставлен в музее. ЮНЕСКО – один из самых используемых ворот крепости Тигранакерт. В исторических источниках они называются «Тигровыми воротами», «Воротами Тигра», «Водными воротами» и «Речными вратами». А в 17 веке были названы в честь последнего Ейникапа. Дверь содержит множество эстетических элементов. Дарю для вас ансамбль Акунг «Електорек». Дарю для вас ансамбль Акунг «Електорек». Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...